здравствуйте дорогие друзья вы на канале орхидушки и мы и с вами марина сегодня я решила снять еще одно видео и познакомить вас с орхидеей орхидеи другого вида это орхидея нефаленопсис это орхидея маздевалия вот у нее вот такой вот небольшой цветочек красивенький ярко-желтенький что я знаю об этой орхидее эту орхидею я пытаюсь завести в своем доме уже третий год первый раз я купила вот от такой вот орхидеи и не знаю вот так наверно пять столиков было рада была до безумия думаю ну наконец-то мне так хотелось иметь в доме маздевалию толком я не ничего не знала то сейчас я уже будем говорить так по крайней мере догадываюсь что с ней делать открыла интернет начиталась кучу всякой информации посадила ее в грунт состоящий из коры и дерновой земли и благополучно она у меня умерла умирала долго и не могла понять почему с опытом как говорится стала доходить в источниках в интернете пишут что это орхидея не терпящая обильного обильной просушки что корни орхидеи маздевалии должны быть постоянно во влажном состоянии что я и делала мало того что будем говорить так такой тяжелый грунт у нее был ну я еще как только сверху подсыхала кора я ее быстренько поливала в итоге корни у нее сгнили верхушки все поотпадали и моя орхидея маздевалия упокоилась купила второй раз орхидея маздевалию поверьте это не дешевое растение но когда хочется то покупаешь сколько она не стоила итог был немножечко другой посадила я ее в чистую кору поливала уже не столь обильно высохла высохла и упокоилась затем приобрела уже вот такую вот большую деленочку она была отцвевшая на ней был маленький цветочек уже отцвевший но явно было видно что это желтая орхидея такая красивенькая хорошенькая это было начало лета я поставила ее на лоджию поставила в тень солнце на нее не попадала на температура воздуха была там поверьте жаркое время 30 и выше я знаю точно что орхидея маздевалия любит повышенную влажность поэтому я ее поставила вот в такую керамическую сахарницу туда я значит подливала всегда водички на дне была вода и как мне все время казалось что и сильно жарко я ее опрыскивала прям сверху по листу думаю надо ее увлажнить потому что и жарко она любит очень повышенную влажность закончилось это тем что у нее начали коричневеть кончики и не просто коричневеть они сделались такими мягкими ну явно гниющими потом вот вот такие вот коричневые сейчас одну секундочку так вот такие вот коричневые пятна начали появляться думаю ну все капец марина когда же ты научишься ухаживать за орхидеи маздевалией то есть я ее переуглажняла девочки и мальчики скажу вам теперь точно с уверенностью повышенная влажность для орхидеи это не значит что ее нужно без конца и края сверху сбрыскивать водой повышенную влажность нужно создавать ей вот так вот ну вот вокруг то есть она должна стоять какой-то плошки к примеру с керамзитом керамзит должен быть находиться в воде но не полностью так чтобы ваш горшочек стоял как бы над водой когда жарко эта вода испаряется и естественным методом она увлажняет воздух вокруг вашей орхидеи либо если если этот увлажнять воздух из брызгалки значит надо просто с распылителя воздух увлажнять не саму орхидею а рядом с ней увлажнять воздухе несколько раз на день так чтобы там было более менее влажно у меня такие вот виды орхидеи стоят на лоджии я их оттуда не выношу потому что орхидеи маздувалия придачу ко всему что она очень влаголюбивая но она и из семейства холодных орхидей она должна содержаться в более холодных условиях для нее неприемлемые высокие температуры она любит холодную зимовку градусов так 12 10 поэтому я ее туда благополучно отправила там у меня дендробиумы и там у меня поселились маздывалии я мочу тряпку ложу под стеллаж летом придачу ко всему я имею ввиду ко всем своим увлажнением там у меня стоит приборчик который измеряет влажность и вот я наблюдаю чтоб влажность не дай бог не понизилась ниже 60 градусов ниже 60 градусов для нее это уже болезненно вот эта орхидейка появилась у меня весной она немножечко крупнее размерами вот этой вот вы видите да она немножечко крупнее она была уже тоже отцвевшая это деленка от взрослого куста ну как вы понимаете орхидеи маздывалии это дорогая орхидея поэтому купить полное растение это дорого я купила деленку и самое главное мы вам совет когда вы покупаете орхидею маздывалию никогда не покупайте с раздеребаненными корнями лучше купить вот так вот знаете ножом обрезанную и она вот лето простояла молодые росты она вот нарастила и растит дальше и это кстати малышка тоже растит молодые росты ну вот под осень похоже что она не нацвелась весной она выбросила вот такой вот цветочек я вижу теперь ее естественное цветение и мне хочется в своей коллекции иметь еще разные виды маздывалии что я теперь и буду делать если не будут попадаться маздывалии то я их конечно буду покупать значит подытожим маздывалия любит не жаркое содержание любит повышенную влажность корешки и и не должны просыхать прямо вот как у в фаленопсису сушите просто вы видите что хорошо подсох грунт и вы ее поливаете опрыскивать сверху по листу ни в коем случае они сразу гниют они пропадают потом что желательно обеспечить ей более холодную зиму в кусту то есть ставите ее на подоконнике в самый крайний ряд ближе к стеклу и смотрите наблюдаете ухаживайте это очень красивое растение но такое интересное своеобразное я вот представила что если весной зацветет она и будет много цветов то это будет конечно зрелище неописуемо красивое и и конечно нужно удобрять удобрять раз в месяц периода покоя у нее нет поэтому это орхидея для поливальщиков любите поливать заводите маздывалию спасибо всем с вами была марина что-то узнаю еще об этих орхидеях обязательно вам расскажу покажу все мы учимся на своих ошибках чужой опыт обычно он в одно ухо пускаем другое выпускаем но все равно полезно знать когда кто-то совершает какие-то ошибки и по возможности стараться их не повторять до свидания с вами была марина а а а а